Здравствуйте, друзья! Очень рада нашей новой встрече. И сегодня будем говорить о такой беде, о которой я уже говорила вам больше месяца назад. Я оставлю ссылочку потом в описании. Кто захочет, может вернуться. Говорить будем о манилиозе. Вот я стою возле кустика своей войлочной вишни. Я вам уже показывала, какая там приключилась, как это выглядело, манилиальный ожог. И вот смотрите, что теперь, спустя почти полтора месяца. Вот мы поднимаемся, смотрим. Из-за холодной, влажной весны приключилась такая напасть, как манилиоз, как выглядит, многие знают. Это как будто листья ошпарены кипятком. Или как будто их морозом убило. Поэтому и называют ожог. И вот теперь, спустя почти полтора месяца, можем наблюдать вот такую картину. Кустик живой. Ягоды есть. Конечно, они не в том объёме, в котором были бы. Тут ветки бы клонились до земли. Но, тем не менее, урожай есть. Кое-что собрать можно. И смотрите, что же я делала. Вот здесь останавливалась болезнь. Я там рекомендовала, как и многие другие рекомендуют, смотреть, где остановилась болезнь и прихватывать ещё часть здоровой древесины. Примерно сантиметров 10. Вот, смотрите, она была прихвачена. Отрезан этот кончик. Так, даже можно было бы, наверное, ещё отрезать. Ну вот, тем не менее, вот вам новый побег. Молодой, зелёный. Будем ждать следующего года. И вот тоже молодой, здоровый. Абсолютно без всяких признаков болезни. Вот, смотрите, я кончик обрезала. А здесь вот пошли нарастать молодые побеги. Какая будет следующая весна, неизвестно. Но будем надеяться на лучшее. И часть ягод я всё-таки соберу. Болезнь – это довольно неприятное явление. И больше всего обидно, что мы можем применить все меры. И опрыскать и одним составом. И через неделю ещё опрыскать. И можем и другим составом опрыскать. Соблюсти все-все-все рекомендации. А ветер подует с соседнего участка, где никаких рекомендаций не слушали. И у нас, когда эта вишня будет в цвету, она будет самая беззащитная. Ветерок подует, или пчёлки прилетят, или птички прилетят. И всё. Вот вам по новой вся зараза у вас. Конечно, наши обработки часть вот этих вот, какую-то долю риска снимут. Если мы не будем обрабатывать, то нас вообще ждёт. Даже трудно сказать, что. Поэтому обработки всё-таки нужны. И лучше их начинать до цветения. Когда почки цветочные ещё закрыты. Когда так называемый розовый конус наблюдается. Как я повторяю, это снижает риск заболевания. А вот этот кустик, это уже другой кустик. И сорт другой. И ягоды, видите, уже другого цвета. И он почему-то меньше пострадал. Видимо, есть какие-то сорта. Я, правда, не знаю разницы между ними. Я их сажала в одно время. И вроде бы они одинаковые были. Но вот, как видите, оказались они всё-таки разными. Вот этот сорт, видимо, меньше пострадал от манилиоза. Здесь больше ягод. Больше здоровых ветвей. Довольно неплохо. Согласитесь со мной. И этот куст у меня обрезан не был вовремя. И я могу часть процедур сейчас провести вместе с вами. Берём секатор, подходим. Вот, видите, вот ветка сухая, сухая, сухая. А вот здесь болезнь остановилась. И вот два новых молодых роста. Значит, нам отрезать надо где-то вот здесь. Здесь ягодку я потом подниму и куда-нибудь её употреблю. Что же, она зря, что ли, зрела? Ну и вот, видите, два молодых роста. Так, дальше вот смотрим. Видите, тоже вот этот вот ожог манилиальный. Всё, тут ветки кранты. Но вот здесь болезнь остановилась. И опять пошли росты молодые. Режем. Веточки эти я не выбрасываю. Так просто под ноги. Я их складываю в ведро, а это потом пойдёт всё на сжигание. Так просто я их бросать не буду. Так, это вырезаем. И поднимаем. И выбрасываем. И вот так вот я пройду сейчас все-все веточки, посмотрю, что можно срезать. А заодно и вычищу середину, где можно. Вот смотрите, допустим, вот этот побег растёт вглубь куста. Он вроде бы хороший, невольной, сильный, но он растёт вглубь куста. И я его сейчас уберу. Потому что на будущий год это всё равно придётся сделать. Вот этот идёт вглубь куста. Я его тоже уберу. Вот такую операцию я произведу. Может быть, мои советы кому-то не понравятся. Может быть, кто-то скажет, да так нельзя делать, или надо делать, но совершенно не так. Я буду рада выслушать ваше мнение. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, правильно ли по вашему мнению я делаю. Ну и, как говорится, в споре рождается истина. Мы с вами что-то обсудим. И, может быть, к какому-нибудь решению придём. Я продолжаю обрезку. Ещё немножко, и надо будет уже и урожай собирать. Я желаю и вам получить какой-то урожай. Не опускайте руки, даже если у вас что-то заболело. Ваша растюшка любимая. Рада была прогуляться вместе с вами. Рада, что вы смотрите и слушаете меня. Можете поддержать меня пальчиком вверх и написать комментарий. Можете подписаться на мой канал. Я буду рада и тому, и тому. Ссылочку на обрезку и обработку, как обещала, оставлю под описанием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова